так вот никита сходил в мордушку по на ладони что было видно это или гальян гальян то есть от того что голая но чешуя есть это он но вот мы сейчас вот какого с двух сторон так вот раз смотри сколько у нее кишки и вот это красное это жир а кишки только беленькие самый главный жир это все выбрасываем кошкам даем почему а вот и шикра его почему я было не взять эту икру вот сейчас только начали сергей павлович он сидит и говорит а что не стали мыть рыбу то я сказал не мыть ее вот она пришла рыба вот теперь давнула его с двух сторон около хвоста кола головы вот так вот давишь все это лучшая рыба здесь есть красный вот сколько жиру его сейчас один раз высушить сегодня кошкам это не давайте жуков тут выбросить можно высушить и увидите какой это вкус а у него чего тут он есть юл там у него все внутренно все у него прекрасное это гальян гальян вот еще один показывает так мыть не надо почему что самое вкусное у него это желе вот она плавает где то что как студен делается даже руки обмыть и это должно быть здесь а люди которые не знают этого не привыкли мы гигиеницы а пистолхоз там все мы ловили когда галья на маленькие были но есть охота его с удочки прям снимаешь давно и в рот ничего нету даже не соли не заку не хлеба ничего нет вот она уже течет при обидно что он очень слизистый вот то из чего желе получается ну тут немножко я сказал сергей тебе надо ты боишься чего-то апистолхоза отдельно отдельно прощищая промывай когда одни косточки останутся и вот сегодня у нас 22 сентября пятнадцатого года дождь идет актируется день выйти но идет вообще ничего все разбуху а из-за чего затянули так у нас остается в субботу 10 октября мы даже выезжать если мы не закончим все откладываться от поездка мы обязаны сливы все сделать с дорогой поправиться этого никто не будет делать и вся наша работа работа большая была проделана все осталось за пределами использования поэтому приезжали с барнаула тут у нас прошлый раз даже ролик есть приезжали осмотрели все на газетная нельзя газетная краска она вредная вот я сейчас разложу на несколько бумажек вот осмотрели уехали ничего дальше нет ну дай звоним туда алексей звонит этот пустина ждите неделя прошла ждите в понедельник позвоним да видите понедельник проходит названием все давай андрею звони он тут их привозил смотрели нормально все осмотрели согласились цена была за то что привезти 32 тысячи отдать надо все как надо в эти кажется за 30 договорились еще нету среду нету неделя кончилась на следующей неделе опять со вторника на понедельник нету еще неделя и еще время то идет погода стояла отличная бульдозера нету у нас ничего не делается бульдозер был бы значит на говрина тогда были свободный песок привозили могли щебенку сейчас ничего нигде нету все камазы вышли на уборку их нанимают у кого там автобаза какая есть это все нас подвину подвел барнаульске подвели я их не хочу не имена называться что у меня все это есть смотрите ролики там есть где и теперь заново в то время алексей выпил выписывал в шарщина хороший первосортный тот лес который нужен трехметровый длинный 6 метров там уже было плохих он хорошая здесь ничего нету мы упустили время и не по своей причине ждали каждый день бегал никак нет и пришлось нанимать теперь так никита руками не заливает специальный гвоздь есть или что-то еще а в дверку обожжешься будешь болеть смотри за этим так сейчас подумайте володя попутно куда-то поставить высушить вот это где-то в духовку или где потом посчитал мне это лампочка свет пачка плохая свет дает такой большой что я попутно жалуюсь что получилось то дождь грейдер вчера пришел хороший грейдер это которая работает на грейдер это но он на уборке хлеба дождь будет приедем но дождь и приобретировать начало комками все есть но главное он сумел кучку их собрать теперь долбит два раза ударил толкушки все прилипло ничего нельзя сделать ничего и это то что обманули барнаульские это не просто так а этот приехал сашенко алексей александрович трактор старенький сам горячий они опытный второй год но сделал все я ему оценку только пятерку ставлю хотя был курящий но его даже никто и не видел территория кабина это его территория сказал там кури или когда за пределы деревни выйдем где пруд надпись стоит там можешь внутри нет он нигде ни разу не нарушил ничего расчет тот же самый полторы тысячи за час работы когда огнал сколько получилось у него часов ехал туда пересыпь столько как будто на работе был но и так он за рулем сидит ему какая разница это я попутно сказал о рыбе и как мы в большом-большом затруднении сейчас данный момент находимся мы не знаем что делать стоит до работа стоит там не сделанная теперь ехать туда а вот несколько отходы леспромхоз прекратил что там поставлять теперь того другого обрезования только по 15 сантиметров дощечки по 15 шириной но высчитывая там прочее но подошло к тому что все-таки сгридировали нам дорогу сделали ее так и элипсом чтобы вода стекала но теперь нужен песок сколько теперь записывай первое вот я задаю и математическую задачу и тем кто будет слушать ответьте что сами себя проверьте на что выгодно так попутно руки ополоснул вчера работали промокли братья ну и вот сейчас все просушивается лишь как вот теплая вода на улице не надо бежать рукам огней промыл что-то влажность большая у меня вся бледнеет все камеру влажность какая-то большая здесь ну как есть не будем уже качество плохое будет видео первое что вчера я замерил приезжал алексей сиськов но участок у нас есть я говорю как может учета засеять а что мы думать думать я говорю облепиху и смородину где достать сколько а он бывший главный агроном села корчено на пенсии такие большие операции мы везде железки вставили здесь нога на то и он на железка ходит он мы их крестник и и он то говорит там где-то экран или как лесовенко там продают почем-то 340 что ли корешок ну давай он спрашивает сколько площадь то я вчера замерил четыре сутки я вас звонил тебе да мне это вечером нет вечером я ему сам позвонил это позвонил да да дал ему данную да да ну вот теперь я пошел замерил трассу который мы делаем 270 метров пиши сергей павлович длина трассы которые делаем 270 метров вот из этого и садите математики напрягитесь ширина 4 метра ну площадь вы тут могут высчитать дальше дальше очень простая задача кашу убери камаз привозит 10 тонн 10 тонн чего песка песка нам песком надо теперь по поднять толщина слоя 10 сантиметров толщина слоя на трассе когда будет уже разгладить его должен и 10 сантиметров вот данные из которых надо исходить вопрос чем сколько нужно камазов чтобы выполнить вот эти данные покрыть вот эту площадь слоем 10 сантиметров сколько нужно камазов дальше стоимость одного камаза чтоб приехал 4000 стоимость сколько нужно камазов мне интересует сколько цена все далеко везут и торговаться не приходится сказали все плати нет но они сейчас не могут может быть высыпаться подождать пока там что-то будет вот сколько нужно камазов теперь трасса 270 на каком расстоянии вываливать камаз от камаза перед грейдером какой ну стоимость тут понятно 4001 камаз ну сколько камазов то узнаете нужно но остальное теперь мне нужно у меня вешки есть палочки с маленькими как флажками красными я буду подходить конечно я там наметил какое расстояние между кучами задача ясна так никита ты расслышал только площадь этого 200 давай значит длина 270 ширина 4 метра нам нужно засыпать песком слоем 10 сантиметров выйди оттуда вот туда нет потому что навешали тряски уберите на время хотя бы а то сухое тем более высохла уже просто ломается вот отвлекись маленько мне вообще все белое и началось мы я не знаю ну как то не попадались тени где-то будь или как то чтобы не попадал свет туда слушай внимательно повтори еще сказал длина 270 метров ширина 4 метра слой песка засыпать песком слоем 10 сантиметров камаз привозит 10 тонн вот четыре исходных данных теперь сколько надо камазов чтобы выполнить засыпать и на каком расстоянии друг от друга выступать что ты будешь делать вот задание я его никому не опубликовал сегодня ночью я это делал расчеты и вот вам теперь сказал с чего ты начнешь площадь можно сразу узнать но узнал это делается в первом классе на второй четверти дальше площадь вот она где ты узнал что длина и ширина тут одно действие то и какого мудро сразу теперь камаз приходит где выступать сколько камазов если ты одного другой дальше ты должен их равной степени делать слой то должен быть один ты сделал столько допустим 10 а дальше когда замерили то когда придет грейдер разровняет а там не 10 а всего только допустим 4 сантиметра мы заранее даже точно знать нужно знать сколько весу песка на один квадратный метр выходит мы узнавай каким образом но 10 тонн разделить на площадь нужно какую на площадь этого всего всего участка но разделил ты еще дальше ну теперь дальше 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 ты данным подводи но узнал ты сколько еще сколько ты же как на всю площадь то разделишь когда не знаешь сколько камаза ты сначала заказ сделали они говорят сколько вам привозить камазов они там помещают я им ответил дальше уже мы высшие счета у них второй раз не закажешь вы вчера называли удельную массу песка я просто не помню как тебе зачем это у меня спрашивать ты говори зачем он тебе нужен зайдешь в интернет найдешь если уже трудно вам ходить я скажу на целое шесть десятых тонны 1,6 удельный вес то есть одна целая то есть один килограмм 600 грамм в литре банку литровую взять если насыпать вода это один килограмм а песок 1,6 и 1,7 1,5 580 700 среднее это я взял 1600 дается что дальше какие ваши действия будут так он пока упал за размышления пожалуйста вы знаете есть такая учитель задал и там школьный учитель это там пукере в леща картина такая математическая математика ходят они ученики так ваши действия сначала делаю площадь вычисляю объем песка который мне нужен как ты будешь вычислять объем песка длину на ширину на высоту ну узнал узнал сколько дашь это сколько камазом подведи вот теперь я узнал сколько литров песка мне надо теперь тебе литров не надо площадь слова литра ты не упоминай их нету удельный вес это один килограмм в воду все никаких литров нет я килограмм называю зачем тут песок литрами мерить я вам для пояснения дал объем в чем мерится в килограммах или в литрах в сантиметрах и толщины количество камазов и на каком расстоянии вешки поставить камаз пришел вывалил я ставлю следующий сюда вот 2 данные в чем измеряется объем песка объем объем ну сколько ты объем там там будешь делать в чем измеряется объем литр килограмм это одинаково абсолютно один литр воды это один килограмм так хорошие ребята я вам оставляю эти данные вы мне их предложите хотя бы через день это у воды 1 к 1 у песка 1,6 коэффициент то есть песка надо если бы было водой заливать допустим то тогда бы сколько бы объем столько бы и воды ну а песка надо в 1,6 раз меньше или больше меньше или больше вопрос даже стал да если если 1,6 килограмм в литре то есть надо тогда получается меньше песка чем если бы воды если бы водой такой объем заливать аквариум это делать то есть у нас получается вот я вас унижаю этим вопросом или нет 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 потому что надо помочь и дать ход рассуждения чтобы четкой и один выход только один то есть тут разные подходы будут сыпра одна должна выйти я сделал два даже три кажется варианта и все сошлись ясное дело что абсолютно точно но когда я узнал сколько на 10 10 это предельно низкая а так как у нас неровности неровности будет больше попадать а где возвышенно неровно сейчас будет меньше потом мне надо с избытком сыпать чтобы везде было а 10 до 15 положено я в этот предел от 10 до 15 но если я ровно на всю площадь возьму по 10 сантиметров а там ямки и колдобины то у меня будут места где глина наверху будет я должен превысить все там пусть будет больше и это надо потом будет учесть но сначала пока сколько требуется ровно высчитать а потом на это накинуть вы узнаете еще попутно сколько требуется камазов на один сантиметр толщины песка на эту площадь по далеко прибавлять мы начнем сколько камазов для того чтобы на этой площади при 1 сантиметр приподнять 1 сначала вы высчитываете на 10 потом на один легко разделить на 10 теперь мы когда точно знаем на 10 сколько начнем сантиметрами под прибавлять даже вопросы поставить то не знают как а камаз приходит а ну может здесь высыпать я спросил сколько а здесь пошел к игру я думаю два с половиной удельный вес насчет золота это что ли я посмотрел 1 и 6 средняя там из пензы стуфа какие виды песков какие я взял строительный песок вы хотя бы скажите путь которым вы пойдете высчитывать сейчас высчитывать не надо это задача не для первоклассника это уже примерно в пятом классе так ребята я вас спросил теперь володя спрашиваю володя берешься считать нет у тебя с математикой неплохо нет нет вот как раз в этих вычислениях у меня плохо все было у меня тройка я неплохо вычислил нет тренировки у меня когда жил в новосибирске приехали три сестры мои родные валентина ирина и марфа я разговариваю сейчас данные даю пошли в школу еще там сравнивать городской дыра такая конечно пошли что двойки не знают мы сразу с надеждой васильной женой моей поделили она занимается литература русский язык там история что такое я взял геометрию там алгебра потому что маленький это арифметика и сразу начали заниматься иностранного языка кажется вообще у них не было ну нулевое где-то я взял иностранный язык проходит месяц они уже получают твердые тройки дальше пошли четверки и вот меньшей девочкой где-то я занялся математику она вперед на несколько уроков идет она начала умножать двухзначный на двузначный в уме я научил квадраты там проще она все это в уме начала отщелкивать а это учеба бестолковые самые зима на квартире к жил это племянники мои родные сестры валентины это мои родные они племянники сестры сестры мои а тут племянник ее ромка но он приезжает видите какой он был бестолковый такой да не разговаривал народа пяти лет какую-то операцию соединком делали то а теперь мастер такой там евроремонт и все это делает и в храме везде он нужен но тогда он ну прямо совсем никакой дошкольный и я стал заниматься с ним иностранным иностранным языком английским проходит какое-то время он по-английски начинает вопросы задавать мы сидим в трамвае едем в церковь то и едва едва пьяный заползает он кричит смотри пьяный зашел по английски кажется без опын там или что-то такое вот а мне было приятно я отсюда делаю вывод надо учиться учиться всегда я постоянно каждый день стараюсь что-то узнать новое как петр первый у него перстень был а требую учащих меня то есть я ищу того кто меня научит меня смущает не то что не знание то что не желание знать вот со мной работал один человек я не скрываю он сам знает это виталий устина мы прибываем полностью лаем я виталия какой гвоздь длины должен быть ну какой есть нет если я прибываю доску два с половиной сантиметра дюймовка называется дюйм гвоздь должен быть в два с половиной раза длиннее прибиваемой детали два с половиной раза мы прибываем четверку сороковка какой длины должны быть гвоздь ну ясно четверка умножить на два с половиной ни под каким видом умножить не может не может какой гвоздь есть тот и забью я говорю ты же на разъезде поезда проходит хлеб покупали в вагонах там хлебный магазин вагон назывался ты дал деньги сколько а сколько дадут а а дети в институте учиться то другое почему нежелание я ему таблицу умножения принес каждый день пытался намертво заглохла почему но в первую очередь старое обрядчество а зачем нам это знать на все это никон никона алексей михайлович но какое отношение никона имеет гвоздю задумались вот песков пишет он писал василий михайлович про природу везде и когда встретился с карпом осиповичем лыковым и он говорит а они кони а петре первым об алексея михайлович он говорит так как будто они живут за стенкой у него все эти годы я говорю а вы знаете что была война а с кем уже кончился соответственно нас немцами а значит вторая германская не германская германская петру проклятие это он с немцами якшался у него вывод один а дальше дальше он уже никогда не пойдет это из поколения в поколение 300 лет долбили ничего нам не надо кто не так говорит еретик ты еретик переходи к нам все миссионерство закончилось вообще ничего нету не надо быть не только тупым а невежественно презрительным знанием и когда я вот так настаиваю учить но я просто постоянно вас этому по к этому подталкиваю начинает сопротивляться да зачем мне я пойду и я сколько раз вы считал сколько досок до одной доски разного размера доски ширина слива 3 метра высота метр там 80 90 сантиметров я взял средняя внизу лаги надо сколько лаг на каком расстоянии верху напротив каждой стойки скрепления еще две прибить где будет доски которые уровне воды будут и таких 3 слива а один здесь на полтора не на 6 метров а на 10 и вот и рассчитывай рассчитал до одной доски сколько брусков надо и теперь звонок приготовлю мы поехали машину поедешь с нами в шарщины свозить чтобы отобрать доски при погоде хорошей мы тебя ждали надеялись тебя не было ко мне в гости буквально просилась очень хороший человек очень та которая свела меня с александром менем муранова лидия и у них сейчас 25-летие в сентябре отмечалось смерти убийство отца александра меня она очень хотела приехать потеряевку я говорю обязательно должна здесь быть она там а потеряевки ролики а сыновья военно-воздушном этом в авиации служат в америке то есть эти люди ассимилировались полностью там я хочу я и отказал не отказал прямо и говорю первое счет и разочаруешься посмотришь на картинках хотя и на картинках на видео все точно у нас но это сообщение ты не видела дождь как он мочит это там не показано ночью тебе может быть комаров кусил но это в роликах нигде нету да и она вроде не такая хорошо у нас встречать некому поезд останавливаться ночью только нанять надо барнауле такси сюда проезжать как эти приезжали андрусенко другие они наняли такси это газель приехали и все и она не ответил я правда книги успел ей послать там ассофия одна ее живет 82 что ли года близко ей человек да она сама уже пенсионерка в москве она больше не ответила не ответила книги получила мы считаем смотрим у трех томник нового завета для слова божия не ус двадцатый том открыт ты мог там где наши беседы с александром меня переледенные в орд напечатаны кубайкина галина дай бог здоровья она напечатала и христина православия я не ответил потому что встречать некому с чего начал потому что тебя не было встречать ее надо за 20 километров поезд сойдет ночью в 12 ночи в пол первой это надо туда ехать в любую погоду забрать что привезти а потом увозить почему за 20 разъезда 4 километра разъезд 4 останавливаться то где а здесь она промахнется и боялись а она днем приехать могла на разъезде на станции корчено здесь среди ночи слезать она просто побоялась бы я все учел и сказал если сильно хочешь ну чтоб молились и как-то будет тебя не было твое отсутствие послужило отказом попутно хочу сказать о чири твоем этом я в интернете много лазил когда ты уехал чири фурунку никогда нигде не написано делать операции нету не нашел даже это неправильно оно созревает допустим 8 дней и дальше начинает выдавливается сердцевина и все у нас болело все болели это в деревне живем там простывали но резать не резали ты меня не послушал поехал и тебя все там промывать перевязывать ничего этого не надо у нас сделали как луковка спеченая несвареная пополам разрезал ее чтобы не обжечь и прижимать или привязывать прогревать врачи категорически против почему потому что операции делать не на ком будет второе я говорю у меня записано мария евлампина конева бабушка то есть мама валентины павловны которая умерла и она работала на шахте военное время течет сырость холод и у ней пошли фурунку по всему телу с работы не как на работу идея это роба она говорит растирает и посоветовали вар гудрон его разогревать этими лепешечками и прикладывать там или привязать или чем привязывать то нечем видимо приклеивала в ней все прошло у меня даже был уникальный случай жил я у павла языкова здесь с этого конца на захарихе в корчено и он был военное время его уволили из-за болезни почему весь покрылся фурункулами с ног до головы что просто один фурункул из него было это ну что в окопах холод мокрый и войну это было вообще немыслимое дело его отпустили здесь как-то лечили но ничего не разрезали и тут его вылечили долго у него это шло видимо перед самым концом войны я может что-то не так говорю ну смысл такой и он вылечился фурункул не надо резать как от гриппа говорит если лечить будешь быстро вылечишься семь дней а не будешь ровно через неделю пройдет можно сделать обезболивающее принимает обезболивающее я говорю так представь большой шар тебе на руку положили а у него острые как иголки шипы он весь шипа больно больно но можно сделать будет не больно обезболить но он-то будет проникать до костей дальше нервы разрывать и проще то значит шар этот надо убрать или кознать что-то такое когда боли не чувствуют люди а ты обезболил то что а он продолжает тебя рвать вот обезболивающее когда люди принимают это же самое я лежал в больнице каждый раз просил операцию делать без обезболивания хирурги отвечали это невозможно независимо от вашего желания крепости мускулы начнут сжиматься и мы просто порежем нету а делают операцию на позвоночнике но уж если я пришел в сознание категорически отказывается от обезболивающих намертво когда зуб что-то делают я прошу врач не разговаривает суетом счета обезболивающее а почему я сказал я хочу пострадать как христос у меня один ответ бог дает силу не надо из-за каждого дела эти хирургом конева наташа она закончила университет всю жизнь лечит китайскими методами везде повышает и она говорит только кончат медики уже надо ему ординатуру уже надо кандидатом быть деньги за это платят и скорее надо сложные операции делать он простые не умеет вот геннадий павлович приезжает мед продает а у него отец обыкновенный аппендицин завалили мужика неправильно загноение там ножницы забыли или еще что-то самая простая операция вали моя рассказывает у них было в оранцовке она сама медсестра и у нее очень знакомый профессор был и она его ждала пошла на операцию операция это одна из самых легких что там пожалуйста умерла а почему на надейся на бога на бога вот вчера был долгов женя мы с ним беседовали хорошая была беседа просто хорошая хорошая чем она была тем что он расположен это фермер который имеет и дальше я ему говорят мы знакомы с вами 7 лет я знаю всю вашу историю домашних и проще я тебе намекнул хоть раз что я знаю нет я знаю у меня очень хорошие отношения с твоей женой вот и когда что-то она говорит я группе виду не подавай что-то знаешь только молись молись все прогорает и все придет дальше вот так это самое страшное что ты сейчас делаешь что есть оттуда не урожая в поле пошли оттуда влияние на детей я не говорю ни о грехе не ничего вот у него гляжу слезы на глазах он меня обнял прижал к себе и все я дальше стал говорить он второй раз это же самое гляжу я говорю давай молиться повернулись храма и стали молиться ты бы видел его расположение это вообще надо видеть что делать бог не жена не все его друзья знакомы этого не могут сделать что дух святой делает и он меня спрашивает а вот а как вы болеете я говорю я вообще не болею знаете на тихо я многое вам верю но это никак это невозможно я говорю боли есть но это не болезнь это естественно отмирание организма вчера ночь вечно мне вступила в коленку я весь вечер вот так ходил растирать надежда васильна долго засиделась а рядом пошел провожать маленький там возле дома у ней бугорочек я как соскользнулся вот так развернулся а хватался руками и каменный дом я в него как ударился вот так думал переломил руку она стоит хоть бы что иду по этому месту я сегодня пошел все этот срезал земля дождь намокла сапоги скользкие больно больно встал все нормально недавно на велосипеде ехал батюшка овечек искал и уже там ямки где напротив глушкова обернулся овечки загнаны нет руль подвернулся я с разлетом бух а там камни одни лежу и думаю что я переломал лежу лежа начинаю второй овечки пришли загнали елене а то третье кто меня видел один раз было когда был здесь желтухин и как ударился точно так же обернулся а гляжу он смотрит стоит там я после спросил ну и как выиграть скрылись пыли я так испугался думали совсем убился это я попутно к этому подкладываю это не болезнь болезнь от алексея он лежит на операции у него гниет кость это болезнь тем более после 60 лет я считаю не надо сильно хвататься за болячки как на пенсионера наткнешься а как у вас какие болезни я говорю я не знаю а что это такое и женя мне говорит ну бросьте заливать все равно же вы болеете игнатий техноч как болею я не лежу утром я главное это надеть брюки я не могу согнуться все равно я надену палочки как-то сяду ляжу рукой все равно я натяну их на себя все дальше чтобы ни один человек ни дети никто не видели как мне больно они даже видят здоровое крепкое лицо я должен быть примером я вчера выговаривал одному человеку счетом все время стонешь чего не хватает посмотри варфоломейскую ночь гуденотов как резали прикинь к ним которые в плену что вы все болячками хвалите своими к врачам идете да врачи тоже болеют умирают ну примени где ну вольф мессинг знал когда умрет жена этому радость принесло и он со страхом листал календарь он боялся этого числа а я не боюсь его я сейчас после обеда умру или до обеда почему я каждый день готов и мне не надо об этом рассказывать вот она где математика вот это вот я оставляю вам меня не будет что случится вы должны знать если не высчитать я вам выдам данные в кармане лежат путь расчета сколько досок как делать я каждый раз уходя рассказываю то есть я готовлюсь к смерти каждый день инструмент где положили положили где каждому рассказывать где у меня что есть кому это есть надо битью будет записать а то михаил то педорович гордеев говорит завещание на володю пащенко и на витю савченко у него квартира это по моему совету а ухаживает только он умер то она его все равно волокет во францию но это я не знаю чтобы не видите никто не имел претензии на на квартиру она должна всегда оставаться для верующих получили от бога если у вас будет другое место подарить молодым молодоженам ну я конечно не патриот я заранее говорю я не патриот поэтому не для меня не важно патриарши это не патриарши то есть старая обрядец будет или кто-то он нуждается там бог разберется и что и баптисту подарил бы подарил если я узнаю что они на улице что никто им не помогает я бы им квартиру отдал для меня человек не вера не национальность ничего нет повторяю я не патриот патриот я бы сказал только нашим из русской православной зарубежной церкви вот у меня в мозгу нет этой ямочки куда этот шарик закатился бы я это делаю для христа христос везде среди нуждающихся и ждет помощи тебе понятно будь свидетель этого разговора потому что на наш храм где мы молимся тоже завещание составлено там тоже пащенко там второй видите а третий охранитель это юрист адвокат севастьян бауэр всем наказывается дом не подлежит продаже раньше я так блокировал если перестанут существовать общины не будет у нас епископа ептихи епископ ептихи ушел пришлось переделать была записана наша приходька вышла замуж в америку пришлось снова переделать но наказ остается один это от бога получено и богу принадлежит не надо в валюту переводить там будут люди а если общины не будет будут люди где-то какие-то жить нуждающиеся конечно не курящие не пьяницы я не говорю когда потеряю устроили начинали строить и вот где сейчас храм где моя там яма туф этот лежит это я сказал построить особый дом приюта для грехащепистов которые путь поднимали девяносто первом году 19 августа они всеми покинуты ненавидимые будут и негде им жить собрать их кого можем и бог будет давать необходимое для их содержание так они все коммунисты вот этого я не спрашиваю они были участники это паре общества герстенных прижимать будет я это заранее знал построить для них я не мог построить у меня средств нету но задача была на первом месте купить самый современный комбайн барабашу он это 6 миллионов ясно дело что только если господь даст мне миллион долларов где-то на второе это теперь они уже примерно без меня понятно читайте братья никита вопросы я пока вопросы все главно заходят самое главное в роликах где никита участвует они популярны такие это никто меня не судит никто кроме священника священника дудина сергея там с томской епархии чего он ничего не знает он раньше время рукоположен и там что он отворил кого погубил злобой просто переполненный весь решила тебе они обо мне но на меня это не действует дорогой батюшка не действует на мне многие пытались пахать запрягали до ослицу там распрягли и взяли пытались прижать к скале не получилось ни в армии нигде так что ваши потуги опорочить меня никак мои дела обо мне говорят дела но не ваши слова дела что я делаю делайте вы делайте покажите ко мне просятся в этот просился где-то этот пришел на занятия в университет правильно говорю познакомились и один раз было такое что тебе довел до самой точки больше в храм не заходи было и ты стоял наружу и плакал то есть я им обладаю четвертым качеством решимости и беспощадности к разглядяем к нарушающим слова и прочее но ты повернул все так как сейчас опять новый поступок твой достойно уважения а все связано с чем 5 7 глава 1 коринфянам я настаиваю вчера говорю остался без жены не ищи жены а ты говоришь а я не ищу они сами ко мне липнут твои слова не отрекаешься и притом вцепятся в него он видишь какой волосатый я все смотрю на него какие у него руки говорят волосатые они очень сексуальные на голые то они никуда не угодны вот как я у меня вообще ничего нету отец наш хвалился только что тело какое белое в бане с отцом когда будут как у петуха то есть он знал петуха заколит очистит тело белое он бы сказал как холодильник или еще как у петуха один раз он гулял выпил и решил детьми похвалить а у меня дети хотел сказать орлы от это ослы настоящие ослы а я тогда про осла все узнал это очень умное трудолюбивое животное но и упрямое если горит лужа была он застрял там его били что вытащил повозку засыпка эти места не пойдет действительно так или нет так никита андреевич каким путем вы будете рассчитывать количество камазов и где им сваливать хотя бы примерно не сказали что я тебя на смех поднимаю а который в интернете ой он достоин уважения вот этот человек он такой терпеливый да нетерпеливый не терпеливый он зубки показывает будь здоров уже главное качество безразличность совершенно он проходит мимо не видя вот допустим матушка призвала его откидать привезла много там целый камаз опилок дальше лежат доски он их не видит откидать он кидать я прихожу там чуть-чуть доски видать там же доски лежат здесь козлы делали а рядом наши дрова он все их забросал и все скрылось как развернет каким боком а так вот будут лежать доски это ему абсолютно трин трава и он спокоен совершенно почему не его он стал отряхнулся и ушел вот он дудин судит но я принимаю это через месяцы когда просятся а теперь я маленький эпизод со своей жизни скажу надежда васильна поехал ухаживать за больной сестра болеет ну нет месяц месяц другой а я же около вокзала прям все ко мне едут но я на вокзале и проповедую подходят ко мне бомжи ночевать негде отец ну чё ты будешь делать дудин зато их к двору близко не подпустишь я ключ спрятал привел к дому открыл квартиру на стол поставил вот приходите ешьте спите кровати отдал а сам где на сам когда с работы приду так и вытащит вот что удивительно никто не вытащил ничего и когда адвентисты приезжали его дома зрелищ дворец зрелищ один с бородой такой представительный мужчина подошел а я вас знаю откуда он называет время там 73 год я бомж был у меня сейчас все нормально и вы открыли нам дверь мы в любое время могли ночью днем приходить и вы все на столе оставляли и понимаете для нас даже для бомжей это было странно что за человек а то момент был такой я был один вот пускай дудин откроет двери а не монастыри переталкивает то есть он уже от тебя отбрехался ему это не надо вот как вот я разговаривал вчера с человеком вот когда к тебе так люди погрязшие в грехе которые совершенно к церкви не относятся и чтобы они тут показывали раскаяние я не больше десяти минут говорил вот тогда ты увидишь божий избранник или нет а ты ожидал что этот человек тебе так отнесется прослезится и вместе молится будет нет конечно я знал закоренелый в грехе я все разложил я только прошептал ему говорю ты знаешь всегда тебя любим любим тебя а жену каждый раз утешаю все вернется на свои места не надо показывать себя такой ты помолись как место свободно помолись на работе где-то дошла вели тебя чистенький довольный и он всегда сделает сравнение кто ты если который спрашивает издалека я всегда говорю сделать вот это вот согласно слова божия но не делай пока не пойдешь духовнику своему и что священник скажет то дело я буду молиться и вот они пишут мы выезжаем потому что священник запился священник горе просто ну помолитесь они уже собираются к нам приехать и вот эти враги дудина на них увидели что я разговариваю они стали да кому вы едете то другое чтобы они не поехали они как раз те которые могли здесь жить ребятишек там пятеро подходящие кандидатуры только стал молиться они говорят батюшку нам дали хорошего я говорю сам то себе думаю вот и так батюшку дали а сколько молились почему бог услышал и что вас бог слышит я не могу сказать о всем но скажу что у меня безответных молитв нет мне четко ясно господь говорит делать или не делать у меня всегда запасной аэродром а если нет значит перехожу на долго терпение молюсь и молюсь этом дудину я узнал он нуждается в квартире и что он будет злословить еще изрыгать яд аспина на меня меня это никакой роли нету я не умолился и буду молиться желая блага здоровья ему он тяжко больной воспаление мозга было что спрашивать человека жена больная дети больные что бог дал ему квартиру слушай дорогой отец сергий не порти энергию свою на меня это бесполезно отгонить сатану не суди не суди там я там делаю начальство властвую ну иди властвую на моем месте посмотри на меня какое щучело перед тобой стоит у меня носки на три на четыре этажа заплаты ничего не даже платочек и тот починяю и нигде не спрятал ни копейки я думаю кое-кто может засвидетельствовать это а как бог а бог поэтому да благословит господь всех злословящих меня воздаем добром настав на пути истин и прости меня господи для кого послужил соблазном а он не называет ни одного греха моего а его жалеет вырвать от меня никита еще раз повторяю если тебе нравится что тебе написал дудин отец сергий можешь уезжать сегодня же сегодня по хорошему проводим я тебе говорил это постоянно говорю никто тебя не держит ты свободен документы тебя не отняли нет все я тебе сказал идешь сергий отца ровному сергею павловичу жить на неделю неделю пока обиходимся а потом ты вы расскажешь желание скажешь у вас было лучше и когда ты это скажешь я могу открыть снова тебе двери а пока он нашел брата я так говорю так я ничего не скрываю никому тебя не отсылают с ним спросил он занимается собаками и что он делает старается уважить ему не не бояться что-то убрать там и проще ко мне вопросов никаких нету но ты рынок сегодня рыбачил тебе не трудно рыбачить нет какой я тебе дал это у вечером каждый делать здесь ну вот этот чтобы понятно было сейчас я скажу какой метр семьдесят например 270 раскинутые руки это рост человека сейчас я примерно где-то иди около руки поставь там 270 примерно мою руку не мою руку так поставь преграды и и держи на одном месте так метр семьдесят так подожди-ка вот метр семьдесят три сорок четыре сорок вот на этой площади тебе подметать нужно память чтобы тебе не трудно не кидал пола спрашиваю нет не трудно не трудно ты делаешь желанием это мощно когда нужно было в воду лезть и вспоминай воду лезть и сучки цеплять чтобы вытаскивали то нужно был самый высокий самый молодой потому что в воде надо и кандидатура твоя но я тебя не пустил почему на следующий день ты уже готов был все я в 12 полезешь когда вода подогреется мы стоим на берегу и ты уже все раздеваться я тебя не пустил почему лицо не готовы лицо не готовы я не психолог я не духоносный я работаю с людьми дорогой отец сергий 53 года не храме вы храма вы знаете а я знаю жизни я посмотрел лицо у него недовольный нет ты не полезешь это мне достаточно достаточно ты любое дело должен делать с радостью я тебя гоняю потому что это необходимо потому что ты не знаешь этого и ты сейчас уже есть вещи которые можешь сделать самостоятельно если на этот путь сейчас пойдем я бы сказал ты старше а сергей подчиненный твой копать когда будете почему ты ну что не так я буду подходить ты видел как мы здесь этот стол делали как мы трамбовали как вымеряли какая у нас мерка где забивали колышки как нивелировали как все знает где-то ты ему будешь подсказывать ты видишь вот статус меняется как володе приехал только рабочий через сколько лет я тебя поставил воспитателем надо дневник смотреть а я не помню себя дневник надо смотреть ну года два прошло ну да больше только рабочим был а после старшим воспитателем а уже потом стал начальник лагеря когда отъезжал временно исполняющий обязаны в рио я работаю с людьми с людьми повторяю неполных 20 лет у меня в подчинении было 250 человек 4 объекта самый трудный контингент строго режимный лагерь и поэтому судить он меня может но это во-первых не по адресу не по адресу я начался там буквально упиваясь начальством вот они с не соответствует и выше сторожа не поднимаюсь уже и всем понятно что я был бы не сторожем если до армии был прорабом а в армию я говорю должен с которой даже полковники не знают тех смотритель воинских зданий дальнего востока ракетных войск и разъезжал увольнительно на год давалось это значит начальство что-то видел и поэтому обвинения они ни на чем не обоснованы но никакой роли это не играет и поэтому напрасно упражняется в условиях отец сергий не надо делать эти стерги врагом вашими никогда не буду вы можете быть моим врагом это вы избрали такой путь я нет вы неоднократно уже предавали меня передавали по хорошим а потом начинает привязываться мощи седьмой вселенский собор мощи я мощи не отнимаю эти правила относятся к епископу я не против мощей я за мощи я за мощи а не вы все их счастью нужно изъять отовсюду и счастью самой великой как патриарха встречаете вот сегодня мне прикинули 25 роликов ну маленькие как барнауле его встречали их опубликовать я не знаю публиковать нет попрошу сначала чтобы объединили там совсем маленькие там молиться наши даже не пошли в этот храм там молиться абсолютно невозможно я спрошу батюшку архиерейская служба вы молитесь он как об этом даже не думаешь где постелить где застегнуть где что сделать и а молитве речи нет вот такая красочность апостолы ничего этого не знали я попутно это все сказал ко мне претензии на сегодняшний день у тебя нет свободу твою чем-то я стесняю пьешь ешь ходишь какая свобода но ложиться вовремя вставать вовремя ты каждое утро мне звонишь я благодарю это повышение тебе мы все братья за стол вставай у тебя какие-то наметки то есть поэтому ты можешь сделать да на каком расстоянии поставить вешки количество сколько их 30 камазов 20 10 абсолютно точно знать при толщине песка сколько будет толщина удельный вес 1 и 6 это в чем он измеряется тонна это кубометр 1 кубометр 1 кубометр 1 кубометр нет подожди 1 кубометр объема песка весит 1 1 тонна 600 килограмм 11 कубометр 1 кубометр 1 кубометр 1él кубометр 1 1 тоннаYE這些 я тебя сказал ну чего я не спорю я даю данные килограмм на 1st или 2iger 1 литров не поминай не Кубометр я сказал, воды кубометр это однотонна. А песка если засыпать этот бак, куб, так метр, так и высоту, это однотонна 600 килограмм. То есть 1600 килограмм. Ну в среднем там бывает 1580-1700. Мне так удобно считать. Тем более мокрый, сухой бывает. На метр кубический, так правильно? Да, правильно. На кубометр, да? А воды если взять метр, тут тогда литр, их никуда просто. Это однотонна. Нет, мне кажется, нет. Эталон измерения это вода не соленая. Нет, ну один килограмм и кубометр, да нет. На дециметр, наверное, на кубический. Нет, я тебе ответил. Ты можешь дальше говорить что угодно, все будет неверно. Один кубометр песка весит 1600 килограмм. Ты вот не записал толком, и теперь еще начинаешь мудрить. Ты сначала эти данные используй. Других нет данных, это я время трачу. Все, теперь записал. Я вообще не спорю, запомните. Никогда не по религиозным, я возвестило отошел. Все. Так, помолимся? Просто депидивно делись по накиде. Отче всемогущий. Освяти дары, посылаемые тобой для подкрепления плоти. Посети нищих и родов одиноких. Не пройди покинутых, обездоленных, плененных. На две болезни лежащих. Тебе, Боже, слава. Тебе хвала. Тебе честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, братья, садитесь. Я начинаю сапуза подготовить вам его. О, это наш? Наш? Да. Вот сейчас посмотри, как я его режу. Говорят, резать надо повдоль пластиками. Я доказываю, плохо резать, когда повдоль. Из него течет, резать трудно. А вот я его режу. Смотри как. Всегда. Ну, я хозяин, в моих руках нож, поэтому, как разделю уже. О, не очень, но есть. Теперь разрезаю его ровно на четыре части. Надо владеть ножом, чтобы себя не порезать. Вот смотри, даже арбуз как резать. Теперь еще раз поперек. И еще раз с этой стороны. Теперь начинаем. По порядку. Вот у нас сидит с краю кто? Володя. Вот, Володин. Дальше сидит кто? Брат Сергей. Держи. Вот. А это брат Никита. Переделайте ему. Примерно одинаковое. Все. Один остается. Корочка моя эта. Ну, у нас по-всякому называют ее. Не корочка, а снизу, сверху. Говорят, кто будет? Я. Ложкой просто беру. А потом еще раз надрежу, это уже мне пойдет. Все, во славу Божию. Вот только вот с этим разберись, чтобы высушить их. Ну, понимание ли, я убежать, а потом приходит. Спасибо.